Привет дорогие друзья! Вы знаете, в свете вот этого вот шествования в честь, в память о дивизии ВАФН-СС Галичина, вот в разрезе вот этих всех зигований, которые происходили при полиции, к примеру, в разрезе того, что на этом шествии я заметил убийц, которые убивали людей на Майдане, я видел убийц бузины, которые гуляют каждый день, вот в разрезе всего этого, тут у меня интересная история есть, мы рассказывали о Викторе Шаповалове, Виктор Шаповалов это экс-глава Харьковского Беркута, в 15-м году его закрыли, вместе с рядом других сотрудников Беркута, обвинили, конечно же, в том, что они мирных и митингующих, там это самое и так далее, да, отсидели они по 5 лет, 5 лет без суда и следствия, а потом были отпущены, кроме того, по суду добились восстановления в органах МВД с компенсацией, компенсация заслуживает отдельного внимания, мы с Виктором Шаповаловым делали даже интервью, компенсация им назначена 6 гривен 10 копеек в день, это им так посчитали день пребывания в тюрьме, вот конкретно Виктору Шаповалову, 6 гривен 10 копеек в день и выплатили целых 11 тысяч гривен, ну, постановили выплатить, да, кроме того, сразу же уволили, то есть суд восстановил, но его сразу же уволили, почему, ну вот, к примеру, пресс-секретарь МВД Артем Шевченко заявил, что он не будет служить в рядах полиции, таким там не место, каким таким непонятно, потому что я еще раз повторю, никаких доказательств вины этих людей найдено не было, никто не нашел никаких доказательств, на них просто повесили, продержали 5 лет без суда и следствия, а потом выпустили, да, кто-то из них взял что-то на себя, да, потому что, ну, потому что невозможно, как это, можно 10 лет было сидеть, 15 лет, и вот внезапно новая власть начинает им вспоминать их подлые преступления, я почему вспомнил про убийцу Бузины и так далее, вот, смотрите, решение Печерского суда, ухвала, 8 апреля 2021 года, оказывается, надо провести обыски у ряда товарищей, здесь, в принципе, перечислены все эти товарищи, это опять те же самые несчастные бойцы Беркута, по которым не нашли никаких доказательств, которых морили уже 5 лет в тюрьмах, и теперь опять надо провести следственные действия, это в то время, когда реальные убийцы гуляют по улицам, новая власть решила все-таки, эх, догнать, расследование по Майдану продолжается, и вот решили обыскать, у них дома могут найтись, там так и перечислено, патроны, которыми они убивали, наверное, митингующих мирных, ну и так далее, вам это кажется все, ну, каким-то невозможным абсурдом, ну, вот такая реальность, и в этой реальности живут люди, наше интервью с Виктором. Здравствуйте. Вы очень в хорошее настроение, это приятно радует, расскажите, пожалуйста, какие события сегодня произошли, какие новости вы узнали, поподробнее, вас не было дома, да, у нас, как все, как замкнутый круг получается, в 2015 году было такое шоу, устроено, я был тогда на блокпосту, жена ушла на работу, дочка тогда была дома, и 13 лет было в 2015 году, вот, мы приехали в гости, расследователи Майдана, ну и в этом году такая же ситуация, опять, я ночью уехал в область к родителям, и в утром, а, жена ушла на работу, дочка осталась дома, ну, дочка уже чуть постарше, вот, пришли. Но тем не менее, ребенок. Ну, ребенок, да, еще нету 18 лет, как говорится, уже взрослый ребенок, вот, поэтому, ну, утром мне жена звонит, говорит, так и так, говорит, едет назад, потому что у нас, говорит, обыск, говорю, тебе что-то приснилось, она, говорит, ничего не приснилось, вот, приехали друзья, товарищи, говорю, ну, говорю, хорошо, говорю, я иди домой, она была на остановке тут недалеко, я иди домой, говорю, там, сейчас буду ехать в войну, а мне ехать в области 2 часа. Ну, только она, этот, и звонит дочка, говорит, пап, говорит, у нас стоят под дверью, говорю, никого в квартиру не пускать, потому что, говорю, научены горьким опытом 15-го года, вот, пусть стоят под дверью, все, ну, они там что-то ломились, ломились двери, выпрыгали, выпрыгали, я дочке говорю, давай, звони мне по видеосвязи, она меня по видеосвязи набрала, я позвонил, что-то следует, следователь, что я поговорила, она с ГБР, эта девочка, я говорю, так и так, говорю, сейчас приедет адвокат, и вернется жена, и тогда уже, я пока доеду, вот, занимайтесь. Ну, короче, вот так у меня началось утро, это, в 7 утра, здравствуйте. Вот, приехали они, ой, я так и не понял, что они там расследуют, по какому это производство, производство там указано в ухвале суду, но у меня просто вопрос, сразу возник, там эпизод, январь 2014 года, вот там события, которые были на Одессе борося, или что там, ну, вот так вот, вот, я вопрос задаю, следачки этой девочке, следователя, говорю, послушайте, я говорю, вот вы приехали ко мне, если вы, говорю, изучали материалы дела, то там же четко указано, вы знаете, что январь 2014 года я находился в отпуске, а в период этих событий, которые происходили, вот, по которым вы приехали ко мне, в этот период я находился вообще в Египте, я был не то, что в Украине, я был, блин, на другом континенте, ну, понимаете, вот они мне приехали, короче, у меня проводить обыск, связанный с этими, короче, какими-то событиями, я говорю, что невменяемые, возьмите загранпаспорт, сделайте запросы в госпогранслужбу, они вам дадут, когда я информацию, когда я покинул Украину, когда я вернулся в Украину, вот так вот все. А сегодня на основании какого-то решения суда они пришли? Да, пришли они на основании ухвалы самого гуманного суда в нашей стране, это Печерский суд, вот, пришли на основании ухвалы Печерского суду, там, по этому проважению провести обыск, ну, у меня, там, еще у ряда сотрудников, ну, я так понял, они пошли, короче, как бейбитого уже, знаете, по тем, кто уже бывал, скажем так, кто уже побитый, кого не жалко, вот, и они пошли опять по второму кругу, вот они, я знаю, у меня есть информация, что там они еще к нашим, ну, сотрудникам бывшим, которые, опять же, ну, да, вот, ну, тоже Андреев именно, к нему, они там сегодня, тоже там, пришли в гости, да, с обыском, ну, так вот, я же, пришли побитым, там, ну, как сказал адвокат, у них там порядка 30 адресов, я не знаю, по всей Украине, ну, где они там поехали, ну, одни, один из этих обладателей, скажем так, счастливого билета я был, ну, что ко мне в гости пришли. Вы знаете, я уже настолько ничему не удивляюсь, вот, вот, честное слово, меня уже ничем не удивишь, вот, я вот, когда сегодня мне, что, жена позвонила, что, вот, пришли, приперлись с обыском, туда-сюда, ну, я, ну, я не был удивлен, ну, вот, почему, объясню, почему, потому что, ну, имеешь, ну, скажем так, большой стаж службы в органах, да, то есть, я понимаю, как работает телефон, когда работает прослушка, все эти моменты, то есть, я последние там пару месяцев замечал, что у меня, вот, именно, телефончик срабатывает, как на прослушку, ну, слушайте, слушайте, ради бога, там, катайтесь, ну, катайтесь, ну, я преступление не совершаю, веду абсолютно нормальный образ жизни, ну, катайтесь, катайтесь, тут припевали, ну, припевали, что-то им приснилось, когда по Майдану опять, думаю, ну, вот, понимаете, они никак от нас не могут отцепиться, уже есть право от Женя, вы же уже в суде, уже шестой год, уже же вы нас там мариновали, вы же уже пять лет в тюрьме промариновали, продолжайте, дальше в суде мне нервы трепать, я же из-за этих всех, ну, телодвижений на работу не можешь никуда устроиться, понимаете, никуда, почему, потому что, ну, когда один раз в месяц, там, надо ехать в Киев, у нас тут, ну, еще не шло, ну, куда не шло, ну, а когда два-три заседания в месяц, ну, кто тебя будет, ну, держать такого хорошего, там, что-то, и ладно, там, ну, было в конце недели, там, в начале недели, а то же, заседания по-разному, там, и среди недели, ну, ну, вот так, вот, ходишь, короче. Да, 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 не, малая, она сразу же дверь не открывала, понимаете, и там начали, там, держать, там, эту ручку, там, это, там, откроют, вот сюда, вот она, ну, ребенок, ну, что сделал, ну, вот, открыла, ну, правда, открыла дверь, ну, квартиру, я говорю, Доса, квартиру не пускай, ты, ну, тем более, ты еще не совершеннолетняя, тебе не имеют права, во-первых, не прикасаться, ничего, любые какие-либо действия должны быть только в присутствии родителя, все, либо того, законного представителя, все, ну, короче, вот так, ну, они там, ну, правда, такие вот, ну, вот, как специально вот приезжают, когда ни меня, ни жены дома никогда не. Мне кажется, что да, наверное, так и есть. Вот так вот, ну, самое яркое, что еще из яркого, ну, добавили впечатлений в сегодняшний день, то было скучно, грустно, сейчас хоть, ну, подняли настроение, понимаете, что помнят. Да, привет вам всем там. Ну, как-то так. Многие говорят, что депутаты в горсоветах ничего не делают для людей. Партия Ширия ежедневно ломает эти стереотипы. Переходи на платформу «Контроль депутатов», где ты можешь не только следить за деятельностью своих избранников, но и напрямую влиять на нее. Смотри отчеты и оценивай работу конкретных депутатов или фракций, оставляй свои отзывы, задавай вопросы и вноси предложения. Вместе мы сможем гораздо больше. шариконтроль.ком Действуй!